почему папа римский выбрали ирак и почему именно в такое время но есть открытые скажем ли заявленные причина так называемый долг я павел второй который обещал посетить ирак казать поддержки рак тому народу но он не успел и как вот нынешний папа хотел выполнить долг своего предшественника но мы видим что нынешний папа выбирает места свои посещения специфически там где-то 30 мест где он посетили больше да это периферия христианского мира он уделяет внимание защита христианских меньшинств которые испытывают какие-то трудности немножко наивно считать что папа римский это такая фигура который заботится о всех людях понятно что его заявление всегда ватикан говорит от имени от скажем мировой как совесть мирового сообщества но в первую очередь это христианский католический организации который заботится о благополучии христиан католиков в частности и мы видим что ватикан беспокоиться о положении христиан в ираке эпохи саддама хусейн это было где-то полтора миллиона по численности где население было около 24 миллиона сегодня и ракции почти что 40 миллионов христиан даже нет 500 тысяч причина этому хаос и гражданской войны которая была в ираке который до сих пор продолжается в ираке и катекан беспокоиться о положении своих единоверцев и тем более в этом символически важны исторически место как ирак поэтому мне кажется это неудивительно что папа выбрали раке и даже места которым выбрать для посещения тоже беспокоит тут в 90-х тоже был такой такая идея посетить место рождения пророка авраама город ор исторический город и многие историки тогда иракские беспокойно были этой идее потому что это получается дать место или как сказать объявить какое-то место где сианисты могут иметь свои позиции потому что люди христиане мусульмане якобы объединение в этом месте и храме должно быть и иудейские мусульманских христианских и израиль будет представлять тогда иудеев это буду такой машин опасность что папа римский пытался нормализовать отношения с израильем я и открыт для них повод присутствовать на иракской земле но не как мусульмане в целом не обеспокоены потому что делается свечать именно проблема христиан и изидов не говорится про другие хотя мы знаем что страдали от террористов от экстремистов от гражданской войны больше всего иракского народа даже христианами меньше всех страдали вплоть в том что именно мусульмане жители ирака но свящаясь к своим и подтвердяясь визитам папа римского что это как будто плохие мусульмане вот напали на религиозных меньшинств хотя мы знаем что большинство меньшинцев мужчинство убитых и так далее так далее это числа мусульман хотя конечно и существует проблема но она не проблема христиан это общая проблема всего иракского народа даже христианами меньше всех страдали в плане что они всегда их легко принимали как беженцы других странах в отличие от других иракцев другого исповедания и это конечно не не радует несмотря на что все заявлены мы все братья но мы знаем что здесь делается акцент что мусульмане все таки настроены агрессивны и они есть причине бед для многих народов и что они есть те которые если в руках будут власти сила то они будут нарушать права других людей не будет привести пример всегда что смотрите исламисты приходят к власти и будет у них сила что что произойдет но если еще сторона политически не до сих пор понятно почему папа римская стрета с истане но получается как бы есть два лидера шиевского мира иранский и вот иракский и может быть это как это попытка какое-то послание стороны сша и и запада о том что поддержка больше признания не иранского а именно чисто такой религиозный авторитет которыми все который меньше должен быть связан с политики может быть и есть этом послание любом случае мы знаем что ватикан в целом отношении к ираку не совсем не самые лучшие позиции о том что мы не забываем как ватикан молчал когда сша оккупировали ирак и когда джордж пуш младший говорили что это крестовый поход что и когда он церкви молиться когда были не военные операции в ираке и ну так чтобы не было дана дана оценка не дала оценка что это недопустимо были общие слова что за мир за любовь но никогда не была дана оценка что-то недопустимо и что во имя христа нельзя было оккупировать независимого государства и принести сколько бед и несчастья этому народу если есть темы и события которые вы считаете что нужно осветить напишите нам news собачка олив точка тв